Сейчас поговорим о файловых объектах, об их типах, затем о чтении и записи файла и закончим использованием контекстного менеджера With. С файлами мы все знакомы этой именованной области в постоянной памяти наших компьютеров, которыми управляют операционные системы. С точки зрения Python, файлы это специальный тип данных, который дает доступ к файлам операционной системы из наших скриптов. И создание файловых объектов в Python делается с помощью функции open. Я открою терминал, открою Python, терминал открыт в текущей папке. Я часть примеров буду демонстрировать таким образом, чтобы было видно, что происходит после моих действий. Ок. Вызываю функцию open и передаю в качестве первого аргумента, обязательного, название файла или путь до него, который функция open должна открыть. Ну скажем, пусть это будет readme.txt. Enter. И вот я сейчас получил исключение сообщения об ошибке о том, что файл не найден. Штука здесь в том, что по умолчанию функция open открывает файлы для чтения. Поэтому он попытался найти файл в этой папке, его не нашел и возбудил вот это исключение. Вот такая запись, вот эта, open.readme.txt, эквивалентна вот следующей. Open. Mode равно R. Здесь я указал параметр mode, режим и в качестве значения присвоил ему букву R. Это сокращение от слова read, чтение. То есть вот это поведение функции open по умолчанию. Чаще так не пишут, обычно просто передают соответствующий флаг по позиции, потому что параметр mode идет номером 2, вторым номером. То есть это абсолютно идентичное выражение. Сохраню все это дело в переменной файл. И если вторым аргументом я поставлю W, это буква сокращения от слова write, запись, то Python вначале попытается найти и открыть вот этот файл readme.txt. И если он его не найдет, то он его создаст. Enter. И вот мы видим, что у меня появился файл readme.txt. Это пока пустой файл. Здесь ничего нет. Функция open создает файловый объект. И с помощью методов этого объекта мы можем в том числе читать содержимое файла и писать в него. Вот созданный файловый объект, который вернула функцию open, я сохранил в переменную файл. И давайте посмотрим на тип этого файла, как обычно. Обратите внимание, что типом данных для данного файлового объекта является text.io wrapper. Что это значит? Буквы I.O. говорят нам о том, что здесь имеется некоторые input-output или ввод-вывод. То есть есть некое взаимодействие между субъектами, один из которых отправляет данные, вывод, а другой их принимает на обработку, ввод. По большому счету, все наше взаимодействие с компьютерами это один огромный такой длящийся ввод-вывод. Например, я сейчас что-то говорю в микрофон, а комп это все пишет как раз в файл. И с точки зрения компьютера, то, что я говорю через микрофон, это ввод, который принимается машиной, как-то обрабатывается, кодируется и затем записывается в файл, в вывод. То есть I.O. это ввод-вывод некоторых данных. В Python всего существует три вида ввода-вывода. Первый это текстовый ввод-вывод. Вторая категория это ввод-вывод бинарных данных, binary I.O. Или иногда говорят буферизованный ввод-вывод. Это на самом деле любые нетекстовые данные. Вот я сейчас что-то говорю, а вы смотрите это видео, и это все бинарные данные. И последний row I.O. Сырой или необработанный ввод-вывод. Или как иногда говорят, небуферизованный ввод-вывод. В 98% всех случаях нам приходится иметь дело именно с текстовыми или бинарным вводом-выводом. Или грубо говоря, с текстовыми файлами и бинарными файлами. Текстовые файлы это просто последовательность символов в какой-нибудь кодировке, ну вроде Unicode. Например, ваш скрипт, который вы пишете в Python, это текстовый файл. Бинарные файлы содержат данные точно в том же виде, в котором они хранятся в памяти компьютера. В этом разница. Соответственно, название text.io.wrapper говорит нам, что это обертка wrapper над текстовым вводом-выводом. То есть речь в данном случае идет о текстовом файле. По умолчанию функция open открывает файлы для чтения как текст. Флаг w, вот этот, который я использовал вот здесь, тоже используется для записи именно текстовых данных. Для чтения и записи бинарных данных используются флаги rb и wb. То есть read binary и write binary в качестве второго аргумента, либо один, либо другой. К этим типам файлов и бинарным данным вернемся чуть попозже. Сейчас я хочу показать запись данных файл на примере текстового файла. И запись данных делается следующим образом. Я должен открыть файл, некоторые для записи, он уже у нас открыт, сохранен в переменной файл, но я продублируюсь. Указываю флаг w. Вот у меня есть готовый файловый объект. Для записи данных файлов используется метод write. Есть такой метод у файловых объектов, вы можете в этом убедиться, если передадите переменную файл в функцию dir. Файл вызываю метод write. И в качестве аргумента в метод write я должен передать какую-нибудь строку. Мы передаем строку, потому что мы пишем данные в текстовый файл, и метод write для текстовых файлов принимает только строки. Скажем, единичку я передаю. И метод write вернул мне количество байт, которое он записал в файл. Если я прямо сейчас открою файл readme.txt в каком-нибудь редакторе, то мы увидим, что здесь сюрприз, сюрприз, ничего нет. Почему так? Это связано с тем, что по умолчанию вывод файла всегда выполняется с помощью промежуточных буферов в оперативной памяти. Как это происходит при редактировании текстов в редакторах типа Word. Мы что-то пишем, да? И это все находится в оперативной памяти. То есть в момент записи текста файл, он не попадает сразу же на диск. И чтобы записать изменения, нужно вытолкнуть вот эти буферы на диск. И это происходит только в момент закрытия файла или при вызове метода флаж. Для того, чтобы наши изменения сохранить на диск, файлы нужно закрывать с помощью метода close. Ну тут мы открывали, а теперь надо закрыть файл. File.Close. Enter нажал, и если я открою этот редактор, мне появляется сообщение о том, что содержание файла readme.txt на диске изменилось. Я перезагружаю файл и вижу, что у меня тут единичка. Вызов метода close разрывает связь с внешним файлом. Также закрытие файлов освобождает память. Это может быть весьма чувствительно, если файлы большие и их много. Нам же не нужны утечки в памяти, правильно? Поэтому файлы желательно закрывать, даже после чтения. И раз я упоминал метод flash, отмечу, как он работает. Он выталкивает выходные буферы на диск, а файл при этом остается открытым. То есть это как сочетание клавиши Ctrl-S, когда мы редактируем файл. Еще один распространенный режим открытия файлов это A. Сокращение от слова append. Думаю, пора создать скрипт для удобства. Это мой скрипт. Это открытый файл readme.txt. Давайте я вызову на исполнение вот этот скрипт с флагом W несколько раз. У нас содержание файла не меняется, потому что функция open в режиме для записи каждый раз затирает предыдущее содержание файла readme.txt. Поэтому мы видим только единицу. Взываю скрипт и здесь у меня появилась двойка. Если сейчас, скажем, изменить режим для записи на A, то есть append, происходит дописывание данных в конец файла. И я, скажем, пару раз выполню этот скрипт. Мы видим, что каждый раз происходит дописывание данных в файл по одной единичке. Каждый раз я вызываю и каждый раз происходит дописывание. Это тоже довольно распространенный режим записи данных файла и его тоже стоит иметь в виду. Кстати, еще по поводу закрытия файлов. Python автоматически закрывает файлы при выходе из программы. Окей, как происходит чтение файла? Предположим, что нам нужно взять содержимое файла и записать его в переменную, чтобы с ним как-то работать. Основная загвоздка у нас в том, что мы хоть здесь и открыли файл и записали его в переменную, но непосредственно с объектом файла мы работать не можем. Потому что файловый объект это не голое содержание файла, то есть это не 2.1.1.1. Это объект Python, который содержит еще кучу всякой служебной информации, информацию об ассоциированных с этим объектом методах. И чтобы добраться до содержания файла, то есть чтобы его прочитать, нам нужно использовать метод read. Меняем режим открытия файла, по умолчанию это режим read и создам переменную data, куда передам результат работы метода read и распечатаю его. И вот AtomRunner мне подсказывает, что вот содержание переменной data. 2.1.1. Метод read читает файл целиком. Есть еще относительно важный метод readlines, который позволяет читать файл тоже целиком, но он возвращает список строк. Почему я сказал, что метод readlines относительно важный? Потому что вместо него целесообразно использовать итератор файлового объекта. Это имеет кучу смысла, когда мы имеем дело с огромными текстовыми файлами. И чтобы не сжирать кучу оперативной памяти, когда мы загружаем этот весь файл в память, однозначно имеет смысл читать файл построчно. Я думаю, что с чтением и записью мы покончили. Теперь я предлагаю вернуться к бинарным данным и бинарному фоду-выводу. И к тому, почему я так на этом останавливался подробно и долго. У меня есть картиночка заготовленная. Я ее сюда скопировал. Картиночка вот такая, не зателивая. Закрою. Напомню, что картинка это не текст, это бинарные данные. Это все можно удалить. И скажем, создам переменную пик, присвою ей имя файлика, go.jpg. Открою этот файл для чтения в режиме по умолчанию. То есть это выражение откроет мне картинку как текст. И предположим, что я создам новый файл. Вызву функцию open. Здесь я присваиваю имя этому файлу. Пусть это будет copy плюс пик. Здесь происходит конкатенация двух строчек. Название файла приплюсуется вот к копе. И открою этот новый файловый объект для записи. И если я сейчас вызову новый файловый объект, вызову у него метод write и передам в него в качестве аргумента старый файл, вот этот с картинкой, читаю его содержание, вызову скрипт, я получаю исключение. Исключение вот такое. Звучит страшно, но это то, о чем мы говорили. Что у нас есть ошибка Unicode, и она говорит о том, что открытая картинка это все равно последовательность байт и никакой информации о кодировке у него нет. Потому что картинка это не текст, это бинарные данные. Последовательность байт. Это говорит нам о том, в том числе, что нельзя открывать бинарные файлы как текст и записывать их как текст. Даже если я сейчас изменю режим открытия файла и действительно открою его как бинарные данные, rb указываю, вызываю скриптное исполнение, я получаю уже другое исключение. Мы прочли файл как бинарные данные, но попытались записать его как текст. Он нам опять говорит, что метод write может принимать только строки, а не байты. И вот только после того, как я здесь поставлю write binary, все у нас получится. Без исключений, вот наша копия картинки. Я на этом так подробно остановился, потому что для разных типов файлов нужно использовать соответствующие им файловые объекты. Для бинарных данных бинарные файлы, для текстовых данных текстовые файлы. Вот, это были основные методы, режимы, открытия файлов, с которыми приходится работать в подавляющем большинстве случаев. Режимов на самом деле больше, я отсылаю вас к документации. Ну а мы идем дальше. Контекстный менеджер Wither. Начиная с версии 3.0 в языке у нас появилась такая конструкция, которая позволяет автоматически закрывать файлы. И опять возвращаюсь вот к такой вот конструкции. Все вот это, я думаю, можно удалить. Контекстный менеджер работает следующим образом. Я указываю ключевое слово Wither, то есть с предлог. Затем вызываю функцию Open, сообщаю ей, какой файл я хочу открыть. Например, для записи все-таки. И затем с помощью ключевого слова As я сохраняю открытый файловый объект в какую-нибудь переменную. Файл. И затем в теле контекстного менеджера я говорю, что я хочу записать в файл какую-нибудь строку. Hello World. Нажимаю Enter. Функция Write возвращает мне 11 байт. И если я открою Readme.txt, я увижу мою строчку. То есть закрытие файла произошло автоматически. Ну, о том, как работает контекстный менеджер, на самом деле нужно рассказывать в теме про ООП, про объектно-ориентированное программирование. И только после того, как будет усвоена концепция генераторов. Но об этом как-нибудь потом. В следующем видео поговорим об уровнях абстракции. Непосредственно Python это не совсем касается, но об этом, я чувствую, нужно рассказать. На сегодня все. С вами был Молчанов. Пока. Продолжение следует...